Поговорим о таком формате инфографики, как воронка. Чаще всего и проще всего, конечно же, объяснять этот формат на примере воронки продаж. Это самая распространенная тема, которая использует, стабильно использует этот формат инфографики. Значит, в чем смысл воронки? У вас выстраивается некая серия сит, которая просеивает информацию, которая в них попадает. И у нас на верхнем сите 100%, в данном случае 100% клиентов, с которыми мы взаимодействуем. Дальше по этапам какие-то из этих клиентов соглашаются на наши условия, какие-то отсеиваются. И вот этот процент уменьшения мы показываем в следующем уровне воронки. То есть, если мы начали с холодного контакта, 24 сделки, на следующем уровне уже 23 сделки кто-то отказался. Следующий уровень у 21,88% проведена презентация, 75% подписан договор. То есть, на каждом этапе этой воронки кто-то отсеивается. Здесь, если мы прям берем метафору воронки, здесь не совсем она точно, конечно, используется. Потому что, если вы представите себе физическую воронку для наливания жидкости в бутылку, то там ничего не отсеивается. Все, что мы наливаем сверху, оно попадает внутрь. Но в данном случае такой устоявшийся термин, это у нас какая-то будет дырявая такая воронка, из которой часть жидкости выплескивается. Но смысл в том, что у вас на каждом этапе уменьшается количество проходящих, в данном случае клиентов, проходящих на следующий уровень. Это не только может быть воронка продаж, а, ну, например, любые отборочные соревнования, любая приемная кампания абитуриентов, да, она может быть визуализирована с помощью воронки продаж. Сколько человек подали заявления, сколько пришли на первый тест, сколько прошли после теста на следующий этап экзамена, сколько, с какими оценками сдали экзамен и сколько из них получили там в конце студенческие билеты. На каждом уровне у вас будет разная цифра, и из этих цифр мы составляем воронку, которая показывает нам либо эффективность, либо востребованность, то есть специальности, на которую абитуриенты поступают. Спортивные, спортивные отборочные какие-то мероприятия, сколько человек подали заявки, сколько прошли один уровень, второй, третий этап отборочный, и сколько, в конце концов, сколько мы набрали группу участников. Это все может быть визуализировано с помощью воронки.